Марии Турбаевой было 19, когда ее в 1942 году призвали в армию. Служила в Закавказском военном округе, в службе воздушного оповещения и связи. Вела наблюдения за вражескими самолетами. Конечно, было трудно. Все было. В Пластунске ползали, по ночам все. Все было. Особенно, когда враг уже подходил к Нальчику. В Нальчике мы в Нальчике стояли. Когда к Нальчику подходил уже враг, конечно, было страшновато. Ну, а потом уже слышим, что война окончилась. Как раз у нее день рождения, вот седьмого, а восьмого мы уже знали, что это день победы. После окончания войны Мария Максимовна много лет прожила в Баку. В 1992 году переехала в Орехово-Зуево. Надежда и опора на протяжении этих лет. Семья, сын, внуки. В день юбилея Мария Максимовна принимала множество поздравлений и подарков. Самое главное – персональное поздравление президента Российской Федерации, которое передал исполняющий обязанности начальнику управления и социальной защиты населения города Орехово-Зуево Валерий Гущин. Опаленная войной молодость, вся ваша жизнь всегда будут служить для нас и для будущих поколений. Ярким примером беззаветной любви к Родине президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Подарки и поздравления в день юбилея Мария Максимовна получила и от губернатора Московской области Андрея Воробьева и областного министерства социального развития. От имени главы городского округа Геннадия Панина Марию Турбаеву поздравила заместитель главы администрации Наталья Озерова. Присоединились к поздравлениям сотрудники госжилинспекции Московской области и ОГК НКС, которые бесплатно установили в квартире ветерана войны приборы учета холодной воды. Кроме того, в рамках благотворительной акции, организованной по инициативе администрации города, сотрудники городской инженерной службы провели на безвозмездной основе техническое обслуживание газоиспользующего оборудования. Этой акции городская инженерная служба, работники, я лично хотим выразить свою глубокую признательность и благодарность нашим ветеранам, ветеранам, работникам тыла, узникам концлагерей, блокадникам за их жертвы, за ратные подвиги, за наше мирное небо над головой, за возможность расти детей и внуков.